Бросали мусор за сарай из машины на дорогу. Везде стоял зловонный запах. Жители села Пруцкое вспоминают. Еще вчера их не сильно волновало, куда выбрасывать бытовые отходы. Раньше в поселке хаотично валялись мешки с мусором, их разрывали вороны и бродящие собаки. Теперь же к этому и к другим бакам еженедельно приезжает мусоровоз. В 21 веке в селе Пруцкое наконец-то появились мусорные баки. К евроконтейнерам жители села шли пять лет. Именно столько местной администрации искала выход из мусорного коллапса и антисанитарии. На днях регоператор помог сельсовету. На территории поставили 10 евроконтейнеров и 9 мусорных бункеров. Посмотрели, как людям будет удобно, где подходить, чтобы не было одним идти 300 метров, одним идти 400 метров, а одному идти 5 метров. Мы довольны действительно, что сейчас вот идем и спокойно мы мусор бросаем, что не будет на улице, он нигде валяться не будет. Все затраты, более 200 тысяч рублей, взял на себя региональный оператор по Барнаульской зоне. Недавно организация реализовала такой же пилотный проект еще в одном селе Павловского района, в Новых Зорях. Но больше обеспечивать контейнерами сельских жителей не будут. Прудской, Новые Зори – это окончательные денежные средства, которые могли быть выделены со стороны регоператора. По закону теперь именно муниципалитеты должны заботиться о количестве и состоянии мусорных баков или бункеров, а не регоператор. Но в сельских администрациях часто ссылаются на отсутствие финансирования. А пока Прудское, Новые Зори – единственные села в Алтайском крае, где мусор вывозится централизованно. Они раскидывают на обочине. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.